всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду судя по отзывам под роликами на ю тубе и в особенности по вашей активности в группе вконтакте мне таки удалось очень многих из вас заинтересовать от домашним колбасным производством но сегодня хочу попытаться то нет чего пытаться сегодня хочу вас заинтересовать еще одной областью кулинарии конкретно кондитеркой даже еще более конкретно работой с шоколадом я постоянно еще в интернете материал на кулинарную тему рецепты всякие там технологии и прочее поэтому google мне регулярно подсовывает рекламу на эту тему я с большим удовольствием наблюдал изготовление всяких эффектных штучек и в конце концов количество просмотренного материала переросло в качество я поперся в магазин и накупил всяких вот разных штучек кондитерский шпатель вот такой вот и форму для конфет пластиковые корпусных она разъемная но это на самом деле не важно удобнее было бы даже в неразъемной готовить я потихоньку технологию осваиваю уже два раза корпусные конфеты готовил и мне это дело очень понравилось причем понравилось по нескольким причинам во-первых нормальные шоколадные конфеты стоят дорого ну а те которые лично мне например нравится я бы сказал просто неприлично дорого а при этом кондитерский ну или промышленный шоколад просто в разы дешевле кондитерский это который продается вот такими вот мешками вот такие таблетки бывает продается еще форме капель но это неважно вторая причина освоение десятка ну буквально нам пары десятков новых техник позволяет творить на этом поприще совершенно невероятные вещи и я надеюсь что мне удастся зацепить вас не только домашним колбасированием но и вот такой кондитеркой и кроме всего прочего вы подумайте ведь собственноручно изготовленные шоколадные конфеты и прочие эффектные вот эти изделия могут служить просто прекрасным подарком для ваших родных и близких ко всяким там торжествам это эффектно выглядит черт возьми и так тема сегодняшнего ролика корпусные шоколадные конфеты и в рамках раскрытия этой темы у нас будет две подтемы во первых приготовление для начинки соленой карамели это состав по вкусу практически и риски и во вторых темперирование шоколада и так хватит уже просто трендить все подробности в процессе и так для приготовления корпусных конфет мне сегодня понадобится черный шоколад меня 70 процентный для карамели сливки сахар сливочное масло вода соль и орехи в качестве дополнительной добавки поехали начну с карамели в ковшик с толстым дном отправляется сахар и вода и при помешивании варить это нужно до получения карамели нужного цвета осторожно она очень очень горячая гораздо горячее чем кипяток не при попадании на руки за счет густоты в первую очередь оставляет ожоги значительно более сильные чем водичка так что помешивайте и не отвлекайтесь смотрите цвет уже отличный пора снимать с огня и при помешивании надо дать немного остыть и пока процесс остывания идет подогрею сливки но кипятить их не надо я для этого воспользуюсь микроволновкой карамель пока добавлю соль почему я грею сливки дело в том что сейчас их надо добавлять в горячую карамель если сливки будут холодные то в то место куда попадают сливки камер моментально схватиться комком и размешать ее до однородности будет практически невозможно и теперь по чуть-чуть буду их добавлять старательно перемешивая каждую порцовичку помнить что карамель все еще горячая поэтому аккуратней смотрите какой цвет так и надо немножечко еще проварить карамель до полной однородности и до дополнительного загустевания если у вас карамель при вливании сливок было все таки чуть-чуть холоднее чем надо а сливки чуть-чуть холоднее чем требовалось то карамель частично все таки застынет и вот этот дополнительный прогрев проваривания позволит добиться полной однородности да хочу заметить что пропорции сливки сахар который указал в начале ролика это не что-то выбитое в камне можно варьировать количество сливок от этого будет вкус карамель либо мягче либо более наоборот насыщенный более густой что вот смотрите какая красота и теперь масса сливочная его тоже надо вмешать до полной однородности вот так при остывании она еще сильнее загустеет теоретически такая карамель хранится в холодильнике две недели хотя вот у меня я готовую карамель разливаю по баночкам с подварением вот эта вот баночка например уже три недели хранится и прекрасно себя чувствует так перелью свежую карамель в такую же посудину главное чтоб чистая была красиво выглядит правда и так с карамелью разобрались переходим ко второй по теме сегодняшней лекции сейчас будет маленько теоретическое отступление если не интересно сразу перематывайте дело в том что в шоколаде находится большое количество масла какао и жирный кислот этого масла какао могут находиться в расплавном состоянии либо в кристаллической форме и вот этих самых форм всего 6 каждая из этих самых форм там от 1 до 6 кристаллизуется при определенной температуре и только пятая форма этих самых кристаллов для нас интересна потому что именно пятая форма характеризуется стабильностью при комнатной температуре то есть при температуре там 20-25 градусов этот шоколад не плавится и он блестящий в этом состоянии и хранится в таком состоянии может долго полгода год будет основаться блестящим все остальные формы кристаллических решеток не стабильны они одна в другую превращаются постепенно результате этот шоколад имеет такой белый налет он при комнатной температуре плавится и прочая ерунда так вот темперирование это процесс такого нагрева и охлаждения ступенчатого шоколада при которой все остальные кристаллические решетки расплавляются и весь шоколад вся масса шоколада застывает в нужной нам кристаллической решетки в пятой форме что для этого нужно сделать во-первых сначала нагреть шоколад до температуры при которой все эти кристаллические решетки расплавляются это 45 50 градусов потом охладить до температуры я сейчас называю для черного шоколада 26 28 градусов ниже этой температуры находятся ненужные нам кристаллические решетки то есть они будут заведомо расплавлены и потом нагреть до температуры 30-32 при этом что произойдет у нас сначала все кристаллические решетки расплавились потом мы охладили началось началась кристаллизация от 1 до 5 а потом опять начали нагревать и таким образом мы достигли той ступеньки когда более легкоплавые решетки расплавились опять а то решетка нужна 5 5 тип осталось и соответственно кристаллизация пойдет только вот по пятому типу сложно да ну короче нагреваем до 45 50 остужаем при помешивании до 26 28 градусов и опять нагреваем до 30 32 и при такой температуре работа с шоколадом поехали греть буду на водяной бане до названной температуры верны для черного шоколада для молочного белого они там чуть пониже раньше при нагревании пользовался вот таким термометром но это неудобно поэтому заказал на ebay за 10 небольшим евро вот вот такую штуку важно чтобы чашка воды не касалась и еще момент я пользуюсь конечно металлической но гораздо удобнее использовать пластиковую она медленнее тепло проводит мне процесс проходит гораздо более равномерно смотрите нагрелась теперь снимаю с водяной бани и начинаю постепенно охлаждать тут несколько вариантов можно вырить шоколад на мраморный или гранитный стол не погонять его по столу мрамор холодный и гоняя шоколад по столу можно довольно быстро его остудить до нужной температуры можно добавить процентов 30 уже темперированного шоколада магазинах тон темперированный продается и промешивая растворить добавленные кусочки они во-первых выступят центром кристаллизации но во вторых остудят до нужной температуры ну и может просто мешать подольше до тех пор пока шоколад не остынет сам по себе короче главное равномерный нагрев при контроле температуры такой же равномерное остывание при такой же температуре. Да, как проверить, он темперировался или нет? Вот смотрите, на чистое сухое лезвие ножа Самура Мови, да, другой не подойдет, наношу узенькую полоску шоколада. И темперированный шоколад в таком вот объеме при комнатной температуре застынет меньше, чем за минуту. Нетемперированный останется жидким. Что тут у меня? Смотрите, температура уже правильная. Отлично. А что тут с контрольной полоской? Видите, мажется. Так, а теперь догреем до 30-32, чтобы расплавились все кристаллы формы 1, 2, 3 и 4, чтобы остались в этой кучке, в этой массе, только кристаллы формы 5. Что тут у нас? 36, отлично. Контроль темперированным. Да, а что с этой контрольной полоской? Вот, смотрите, темперировался. Приступаю к изготовлению корпусов для конфет. Так, шоколад надо перелить в мешок и в форму. Она должна быть абсолютно чистой и сухой. Даже отпечатков пальцев не оставляете. Это они на конфетах отпечатываются. Заполняю доверху. Тут еще важный момент. Если бы у меня была форма неразъемная, то я бы сейчас вовсю ею колотил об стол, чтобы удалить пузырьки воздуха. Но если вот этой разъемной формой так вот колотить активно, то донышка просто отскочит. Вот такое вот неудобство. Поэтому лучше все-таки неразъемную форму использовать. Поэтому колотить не буду, а просто слегка постучу сбоку. Вот так. Теперь, когда стенки формы достаточно испачкались с шоколадом, надо все лишнее вылить обратно в чашку. Пусть стекает. Процесс понятен, по-моему, да? Ну, видите сами, ничего сложного. Ну и что тут у меня? Вот, все лишнее можно удалить. Удалять лишнее надо старательно. Если что-то останется, то потом при окончательной формовке подтянет за собой такие хвосты. И теперь надо эту форму отправить минут на 10 в холодильник, чтобы корпуса застыли. И пока они застывают, доведу до ума начинку. Мне понадобятся орешки. Вы можете их не добавлять, конечно. Например, моей жене такие конфеты нравятся больше без орешков. Но я все-таки добавлю в половину, по крайней мере. Поэтому сейчас слегка их раздавлю. Хочу получить такую крошку ореховую, довольно крупную. Можно пофантазировать и в каждую конфету вместо карамели, допустим, ягоду какую-нибудь добавить. Ну, вишню тоже самое. Ну, пофантазируйте. Карамель уже остыла до комнатной температуры. И это хорошо, потому что теплую не надо в корпуса класть. Они же тонкие совсем, тепла потекут. Чтобы удобнее было заполнять, переложу в кондитерский мешок. Так, ну и пока возился, я думаю, корпуса застыли. Давайте начинять их. Так, половину конфет положу орехи, а вторую не буду класть. А теперь карамель. Главное не увлекаться и оставить место для шоколада. Формочки я купил, конечно, мелковатые. Ну, других не было. Так, ну, с этим я вроде управился. И нужно теперь закрыть все шоколадом. Если он у вас к этому времени уже остыл, опять темперируйте. А если нашли теплое место с температурой 30-32, сразу в дело. Я, чтобы меньше пачкаться, пользуюсь кульком. Но это не обязательно. А теперь формочки дозаполню сверху. И ответственный момент. Почувствуйте себя скульптором. Надо отсечь все лишнее. Уверенным движением творца. Удобник появился очень широким шпателем. По секрету, я думаю, что обычный строительный из нержавейки прекрасно подойдет. Чуть подостыл. Надо окончательно все лишнее снять. Вот так, чтобы все краешки оказались зачищены. Вот эти вот, чтобы все здесь было чистенько. И опять уберу в холодильник минут на 15-20. Собственно, на этом приготовление конфет завершено. Так что у вас сначала основные этапы готовки, а потом коротенькая аэроэкскурсия по Коста-Бланке. А у меня беды рых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запомнили? Давайте смотреть, что у меня получилось. Бабах! Бабах! Вот черт! Вот такая вот у меня штука получилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зато смотрите, какая классная начинка. Текучая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, все удалось. Конечно, не так аккуратно, как хотелось бы. Но в любом случае, результат для третьего раза. Если в третий раз я готовлю, у меня получаются такие конфеты, мне кажется, что этим можно заниматься. Не так уж оно и сложно. А, какая красота! Вообще говоря, проблема-то с не очень аккуратной формой донышка, отметкой. Потому что форма вот эта съемная предназначена для того, что вот сюда, на съемную, укладывается специальная бумага с таким рисунком, сделанным пищевой краской. Ну, как, трафарет. После чего она сюда устанавливается. И когда конфеты заливаешь, то этот рисунок отпечатывается на верхушке конфет. Но я посмотрел, сколько в интернете стоит один листочек этой бумаги. Знаете, как килограмм конфет, наверное, дорогих. Так что я решил, обойдусь без этого. Ладно, давайте, смотрите, пробовать. Ну, скажем, вот эту вот я сейчас разрежу. Я не запомнил, какая с орехами, какая без орехов. Ну, нравится вам такое? Ну, видите, начинка текучая. Такая пахнет и рисками. Слушайте, как вы прекрасно, понимаете, я для ролика выбрал вариант начинки самый простой. Потому что не имею практически никакого опыта. И даже этот самый простой вариант, ну, наверное, на голову превосходит все те конфеты, которые можно в ближайших супермаркетах у нас здесь купить. Ну, согласен, у нас как бы не столица, да, дыра дырой. Но тем не менее. А ведь как можно фантазийных всяких штук сделать? Можно замутить конфеты типа грильяжа. Можно вафли готовые пластиночки купить, с ними что-то намешать, залить шоколадом, даже не обязательно в формах. Просто если заливать готовую вылепленную, скажем, начинке какую-то штучку темперированным шоколадом, чтобы было неаккуратно, потелками такими, столько можно всего нафантазировать. Слушайте, попробуйте это сделать. Я в первые два раза темперировал шоколад вообще вот таким термометром и ничего, справлялся. Короче, подводя итог. Главное, что нужно запомнить. Сначала температуру поднимаем выше температуры плавления всех кристаллических решеток, то есть 45-50. Потом остужаем, неважно каким способом, на камне, в кастрюльке, добавлением уже темперированного шоколада, охлажденного, до температуры 26-28, чтобы началось образование кристаллической решетки, но кристаллическая решетка будет образовываться, учитывая, что у нас температура выше, чем 26 градусов. Только четвертое, пятое, эти самые формы кристаллов. Вот. Когда началось все это дело, мы продолжаем мешать. После этого мы нагреваем для того, чтобы четвертую форму, если вдруг температура была ниже, то и третью тоже растопить. И все. У нас в результате в нашем составе шоколадной массы останется только зародыши пятой формы кристаллической решетки. И все. Темперирование получится. Запомнили? 45-50, 26-28, 30-32. Все. И так делаем. Короче, пробуйте. Я уверен, вам это дело понравится, и вы начнете творить в кондитерке так же классно, как вы сейчас творите в колбасном домашнем производстве. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки, кто дизлайки. Отдельное спасибо тем, кто подсказывает мне правильные вещи. Я ведь неопытный товарищ. И, естественно, благодарность спонсору. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok